Привет, друзья мои! Рассказывать сегодня буду об одном лекарстве, которое можно сделать самим на своей кухне. Как вы можете видеть, один из ингредиентов – это чеснок. Для того рецепта, который я вам сейчас хочу дать, понадобится 2 зубчика чеснока. Но есть рецепты, в которых чеснока нужно больше. Чеснок мы нарезаем мелкими кубиками. Чеснок снижает уровень холестерина и укрепляет сосудистые стенки. А еще понижает артериальное давление и выводит из организма шлаки и токсины. Также снижает болевой синдром при артрите. Чеснок успокаивает нервную систему, нормализует сон, улучшает микрофлору кишечника. А также нормализует обмен веществ и очищает организм от гельминтов. Усиливает выработку и выведение из организма мокроты. Также нормализует гормональный фон и, для мужчин, усиливает потенцию. Для нашего конкретного рецепта нам понадобится 250 мл молока. Молоко в сочетании с чесноком очень хорошо воздействует на работу миокарда, укрепляет сосуды и улучшает кровообращение. В кастрюльку с молоком насыпаем чеснок, ставим на маленький огонь и медленно доводим до кипения. После выключаем и даем настояться в течение одного часа. Напиток этот пришел к нам из тибетской медицины, его называют поистине эликсиром молодости. Помимо всего, что я уже сказала, он еще и укрепляет иммунитет, что в такую холодную погоду осенью очень и очень актуально. В принципе, и этот напиток уже сам по себе получается очень-очень полезный. Но, если вы хотите усилить эффект, то это можно сделать. Для усиления эффекта можно добавить сюда еще меда, одну столовую ложку. Тогда будет больше эффекта очищения сосудов, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Плюс сюда же, для того же эффекта, можно добавить еще одну столовую ложку куркумы. И с куркумой не забывайте черный молотый перец на кончике ножа. Я думаю, вы все уже знаете, да, что куркумин активизируется именно в сочетании с черным перцем. Пить один стакан сразу, один раз в неделю. Противопоказания. Непереносимость молока или чеснока. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Сахарный диабет. Гипотония. Почечная недостаточность. Желчекаменная болезнь. Также не рекомендуется при заболеваниях щитовидной железы и кормящим. Во всех остальных случаях пейте этот напиток, он будет вам очень-очень полезен, друзья мои. Продолжение следует.